следующий наш спикер он не знаю каким способом мне кажется он успевает за одну неделю то что у других людей занимают годы жизни и у него в часах наверно не 24 часа целых 48 и они все забиты по интенсивности на максимуме друзья я с огромным удовольствием приглашаю и знаю что в этой студии уже находится иван крошный человек который является создателем клуба трейдеров картель человек который вдохновил собственно говоря на все эти четыре марафона свидетелями и участниками самое главное которых вы уже были на протяжении этого года и помимо всего прочего иван собственно говоря один из тех людей которые являются учредителем и генеральным директором компании герчик и к ну а еще у ивана есть личный блог которому делится своими невероятными историями из жизненного бизнес опыта путешествиями но и вообще собственно говоря всеми теми темами которые мы он живет и которые для него являются значимыми друзья мы с огромным удовольствием начинаем наш следующий блок и в нашей студии иван крошный знакомьтесь иван крошный основатель группы компании трейдер инвесторы активный путешественник за последние пять лет он посетил 40 стран управляя командой из более чем 100 человек и бизнесом в 12 странах мира следите за блогом ивана и он научит вас добиваться целей строить бизнес и вам здравствуйте наконец-то лично теперь я уже могу вот осознанно и в процессе они в рабочем хаосе как это обычно всегда бывает как вам удается все это успевать чем секрет и где вы столько энергии берете секрет очень простой я не успеваю даже половины запланированного поэтому на самом деле я просто планирую больше успеваю то что успеваю вы видите результат а вот и вся история это очень круто по крайней мере то что несется то что получается это всегда какие-то невероятные события я только и успеваю отслеживать какие-то новые ваши посты информацию о том что происходит о том где вы находитесь тот или иной момент я знаю что в данный момент вы прилетели из дубая где вы сейчас находитесь и проживаете но вот вопрос по нашему марафону потому что вы являетесь сердцем двигателями не знаю мозгом и всем тем что олицетворяет собой прогресс в контексте нашего марафона как вам дается с каждым разом и разом повышать уровень и планку того что мы делаем но на самом деле очень вдохновляет тот фидбэк который я получаю вот слушатели трейдеров и я понимаю что мы делаем ту работу которая людям помогают улучшить их трейдинг я понимаю что наши марафоны очень полезны нашим же клиентам компании герчик and co поэтому мы все делаем для трейдеров сами трейдеры сами выходцы из этой индустрии я знаю насколько сложно быть трейдером без поддержки потому что когда я начинал подобных сообществ не было не было возможности общаться с трейдерами единомышленниками поэтому был создан клуб трейдеров картель для того чтобы иметь возможность вот это все нести в массы получаем классный фидбэк получаем подтверждение того что мы делаем правильные вещи поэтому стараемся с каждым разом делать круче и круче я скажу только до получается все круче и круче и я знаю что у вас сегодня как всегда приготовлен план для выступления что есть тема которую вы хотите раскрыть поэтому через маленький тизер ваше слово и ваше выступление спасибо еще раз всем привет зовут меня иван крошный я президент международного клуба трейдеров картель в трейдинге более 15 лет и сегодня хочу с вами поделиться темой связанной с построением торговой стратегии в трейдинге на рынке форекс трейдинге на американском фондовом рынке в трейдинге на рынке криптовалют не важно где вы торгуете не важно каким делом вы занимаетесь важно то чтобы у вас была четкая система достижения тех целей которые вы перед собой поставили это важно не только в трейдинге кстати а также и в жизни в бизнесе в любом деле которым вы занимаетесь крайне важна система по которой вы планируете достигать своих целей и достигать желаемого у меня есть примеры очень успешных людей очень успешных друзей которые вот на последнем хайпе влезли в рынок криптовалют и потеряли довольно существенные деньги все потому что эти люди начали работать без системы начали работать на хайпе начали работать на каких-то непонятных новостях верили в то что рост будет вечен потому что там в их короткая история наблюдения рынка так и было не знакомый который вошел в криптовалютные активы в размере более 10 миллионов долларов и сейчас естественно сидит с огромными убытками более половины от депозита и пережидает теперь понятно сколько времени для того чтобы выйти хотя бы в ноль из тех инвестиций которые он зашел как он считал спекулятивно ненадолго заработать быстрые деньги поэтому я считаю что не стоит делать ничего без стратегии не стоит входить никуда потому что где-то кто-то об этом написал потому что все туда пошли и так далее во всем важна система 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 строится следующим образом в первую очередь вы фиксируете то к чему вы хотите прийти вы фиксируете то какие у вас есть ожидания от трейдинга вы фиксируете то к чему вы хотите прийти в долгосрочной перспективе важно четко помнить то что трейдинг это длительный забег это забег это марафон а не спринт это та деятельность которая должна стать для вас деятельностью вашей жизни а не каким-то краткосрочным быстрым способом заработать деньги очень важно понимать то что как только вы начинаете погоню за быстрыми деньгами вы сразу становитесь в позицию которая приведет вас к потерям трейдинг дело которое требует очень длительной подготовки который требует продолжительного времени обучения трейдинг еще никого не принял с распростертыми объятиями и не дал каких-то сумасшедших прибыли потому что это как любое сложное и системное занятие нуждается в хорошей подготовке в обучении в построении своей торговой стратегии и так приступим к тому как создавать свою торговую стратегию в первую очередь вы должны понимать для себя что такое торговая стратегия это те правила по которым вы будете совершать свои сделки это те правила по которым вы будете принимать решения принимать свои торговые решения это те правила которые на которые вы будете ориентироваться когда планируете каждую свою сделку, когда планируете свой торговый день, когда планируете свою торговую неделю. Это правило, по которым вы не будете торговать. Ваш трейд должен быть запланирован от начала и до конца. Это точка входа, точка выхода, точка выхода в случае, если все идет хорошо, точка выхода, когда все идет плохо. Ни одна сделка не должна быть спонтанной. Каждая сделка должна иметь четкое обоснование, каждая сделка должна иметь четкий стоп-лосс, каждая сделка должна иметь четкий тейк-профит. Это крайне важно, потому что как только у вас начинаются спонтанные сделки, вы начинаете играть в игру, в которой заведомо проиграете. Я начинал свой трейдинг с очень ранних лет, то есть в то время, когда очень легко себя еще приучить к дисциплине. Я начинал трейдинг, когда мне было неполных 16 лет и, соответственно, я был более пластичен, мне было проще заставить себя стать дисциплинированным. Тем не менее, мне на это ушло три года. Три года мне ушло на обучение трейдингу, на подготовку к полномасштабному входу в рынок. То есть я выделил себе довольно большой промежуток времени для того, чтобы научиться, для того, чтобы составить свою торговую стратегию, для того, чтобы оттестировать ее, для того, чтобы понять, что эти результаты можно масштабировать. И за это время я не потерял ни одного депозита, но, в принципе, я и не заработал каких-то космических денег. То есть за эти три года это были дни и ночи обучения, дни и ночи, где я фиксировал каждую свою сделку, записывал эти сделки, анализировал сделки, рисовал картинки в зарисовке, рисовал на графиках, распечатывал их, рисовал. То есть выводил для себя те правила, по которым уже всю дальнейшую свою трейдинговую карьеру я совершал и совершаю свои торговые операции. Поэтому очень важно в первую очередь пройти вот этот путь обучения трейдингу, обучения совершению каждой сделки и документирования каждой сделки. Очень важно на первых этапах, когда вы только начинаете заниматься трейдингом, документировать все свои действия. Каждая сделка, которую вы задокументировали, хорошая или плохая, это ваш учитель. Каждая сделка вас может чему-то научить, каждая неудача вас может чему-то научить, каждая ошибка вас может чему-то научить. Поэтому стремитесь к тому, чтобы извлекать максимум пользы от положительных и отрицательных результатов. Таким образом вы приучите себя не расстраиваться, когда что-то идет не так, не расстраиваться, когда вы сделали какую-то ошибку, не расстраиваться, когда вы нарушили свои правила. Потому что вы будете понимать, что даже с убытка можно получить пользу. Пользу на будущее и благодаря каждому убытку вы сможете систематизировать свою торговую стратегию еще лучше. Таким образом вы сможете выравнивать свои эмоциональные спады, потому что вы не будете корить себя за неправильные действия, а будете просто понимать, что каждое неправильное действие это путь к улучшению своей торговой стратегии. Итак, каждая торговая стратегия должна состоять с определенного набора правил, с определенного набора факторов и сейчас мы о них поговорим. Первое, что вам необходимо знать при составлении своей торговой стратегии, что она должна иметь простую, понятную и цельную, идею. То есть ваша торговая стратегия должна основываться на простых правилах входа, она должна быть максимально понятной для вас и она не должна объединять в себе слишком много торговых стилей. То есть если вы торгуете по классическому техническому анализу, не добавляйте сюда слишком много фундаментала, не добавляйте сюда слишком много индикаторов, не добавляйте сюда чужие мнения ни в коем случае. Ваша торговая стратегия должна быть простой, понятной для вас и не должна содержать слишком большого количества факторов принятия решения. Когда у вас очень много факторов, которые влияют на принятие вашего решения о входе в сделку или о выходе в сделку, вы никогда не сможете проанализировать то, где вы были неправы. Поэтому в первую очередь исключите из своей стратегии сложность. Сделайте ее простой, понятной и это позволит вам много быстрее прийти к тем результатам, которые вам нужны. Второй этап это выбор времени торговли. Вы должны четко понимать, то, что вы не можете торговать всегда. Важно не торговать всегда. Важно торговать минимум времени и только когда это правильно. Когда вы занимаетесь трейдингом на валютном рынке или на фондовом рынке или на крипторынке, вы должны четко понимать, в какой период времени у вас получается торговать лучше всего. Для этого важно ввести дневник трейдера. В дневнике трейдера важно фиксировать все свои сделки, когда входили, в какие инструменты входили. И тогда вы сможете понять идеальный промежуток времени, когда вы продуктивны. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что у вас торговая стратегия нацелена на пробой. Соответственно, торговать эту торговую стратегию вы должны в те моменты, когда на рынке много энергии, когда на рынке много активных покупателей и продавцов. То есть это открытие торговых сессий, например, или это моменты выхода каких-то важных новостей. Это те моменты, когда на рынке очень много активных участников, и эти активные участники могут толкать цену того или иного инструмента на пробой важных ценовых уровней. Соответственно, если вы будете понимать, что по статистике вам лучше всего получается в это время, торгуйте исключительно в это время. Важно отучить себя от переторговывания. Очень многие трейдеры имеют определенный инструмент, на котором они зарабатывают деньги, или определенное время, когда они зарабатывают деньги, а все остальное время они теряют тот результат, ту прибыль, которая была получена в оптимальное трейдинговое время. Определите свое оптимальное торговое время и, наоборот, то время, когда вы теряете больше всего денег. Концентрируйтесь на рынке в момент максимальной эффективности и уходите из трейдинга, занимайтесь своей жизнью, занимайтесь родными, близкими, основной работой, бизнесом, неважно чем, но занимайтесь этим в то время, когда вы контрпродуктивны в трейдинге. Очень важно найти для себя именно вот это окно, потому что благодаря этому вы сможете стать намного эффективнее. Сейчас мне заменят аппаратуру, потому что, я так понимаю, вам плохо меня слышно. Вот. Этап составления своей торговой стратегии – это выбор торговых инструментов. Практически все то же самое, как и с временем трейдинга, с выбором оптимального времени вашего трейдинга. Важно определить те инструменты, в которых вы прибыльны. Очень часто люди зарабатывают на одном инструменте, но при этом торгуют все подряд и на остальных инструментах теряют деньги. Если вы понимаете, какой это инструмент лучше, чем остальные, откажитесь от остальных инструментов. Это абсолютно нормально. Вы можете просто понять ключевого игрока, ключевых игроков в этом торговом инструменте и вместе с ними можете зарабатывать. Наша же идея в трейдинге состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. Наша идея состоит в том, чтобы понять какой-то торговый инструмент, чтобы понять, как там действуют крупные игроки, как они двигают цену, как они влияют на изменение цены и, соответственно, зарабатывать вместе с ними. Есть большие участники рынка, которые формируют рынок и есть маленькие участники рынка, такие как мы с вами, которые умеют пристроиться к большим участникам и вместе с ними заработать свои деньги по пути движения цены. Научитесь концентрироваться только на тех инструментах, которые позволяют вам зарабатывать. От остальных инструментов откажитесь, потому что на самом деле переторговывая, торгуя больше, чем необходимо, вы просто отдаете свои заработанные деньги рынку. Четвертый этап составления своей торговой стратегии – это выбор инструментов для анализа. Очень важно сделать так, чтобы торговая стратегия была простая, но для того, чтобы она была простая, необходимо сконцентрироваться на минимальном количестве торговых инструментов, которые позволяют вам эффективно анализировать график цены. Поэтому в первую очередь выбирайте те инструменты анализа, которые близки вам, которые вы понимаете и которые имеют за собой определенную логику. Полно инструментов на рынке, которые придуманы только потому, что кому-то не было чем заняться в конкретный промежуток времени. Есть инструменты аналитические, есть индикаторы, которые в принципе не несут за собой никакой смысловой нагрузки. То есть они абсолютно пустые, они есть просто потому, что вот кто-то когда-то заметил какую-то закономерность, которая уже сто лет не работает. Не тратьте время на такие аналитические инструменты. Есть абсолютно понятные уровни, есть средние скользящие, на которые ориентируются крупные фонды, крупные участники. Есть индикаторы выхода новостей, есть фундаментальный анализ. Вот это то, на чем стоит концентрироваться и то не все вместе. Выберите то, что из этих инструментов помогает вам быть эффективнее в трейдинге. Упростите свою торговую стратегию максимально. Тогда вы всегда сможете понять, где вы были не правы. Тогда легче выстраивать статистику, тогда легче принимать решения о входе. Очень часто, особенно это касается трейдинга начинающих участников рынка, когда на графике столько всего, что абсолютно непонятно, как можно принять при этом какое-то взвешенное торговое решение. Если вы один из таких новичков, откажитесь от всего, что у вас настроено на графике и попробуйте анализировать каждый аналитический инструмент отдельно. То, что будет давать вам больше всего результата, сохраняйте. Все остальное просто уберите, потому что это просто шум, который мешает вам принимать решения и добавляет вам в жизни стресса. Пятый этап это правило входа в сделку. Очень важно прописать для себя правила, по которым вы будете входить в каждую конкретную сделку. Эти правила должны включать в себя ваше эмоциональное состояние, состояние на рынке, наличие или отсутствие новостей, наличие или отсутствие технических показателей на графике, наличие или отсутствие правильного настроя. То есть вот эти все факторы важно прописать для себя и тогда вы точно будете понимать. Окей, я здоров, я в хорошем эмоциональном состоянии, я понимаю рынок, график показывает мою формацию, мою точку входа. Никаких важных новостей не предвидится, значит я могу спокойно входить. Плюс важно всегда помнить то, что когда вы входите в сделку, стоп должен быть короткий, понятный. Вы должны понимать, где вы выставляете стоп, насколько этот стоп будет болезненным для вашей торговой стратегии, если что-то пойдет не так. И точно также важно понимать, что у инструмента есть запас хода. Для этого есть индикатор ATR, который показывает то, насколько много еще способен пройти торговый инструмент и действительно ли стоит рисковать своим стопом ради того хода, который предполагается. Если соотношение риска к прибыли меньше, чем 1 к 3, просто игнорируйте такую сделку, потому что статистически вам очень сложно будет заработать деньги, если вы будете входить в сделки и забирать меньше, чем 1 к 3 к тому риску, который вы выставляете на сделку. Шестой этап это правило выхода из позиции, то есть очень важно при входе в любую сделку планировать то, где вы будете терпеть поражение, если цена пойдет против вас или забирать прибыль, если цена пойдет по вашему сценарию. Очень многие трейдеры бывают очень прибыльными в момент своей торговли, но не забирают с рынка деньги. Я видел очень много трейдеров, которые умели очень четко предугадать точку входа, даже правильно выставляли стоп, но упускали всю прибыль, которая была в сделке, она могла быть очень существенная, но пережидали эту прибыль и в итоге уходили либо в ноль, либо в какой-то минимальный безубыток, минимальную прибыль. Очень важно понимать то, что ни один инструмент не может идти в том направлении, которое вы предугадали вечно. Поэтому всегда при входе в сделку фиксируйте для себя, где вы из нее выйдете, где будет ваш тейк профит, тогда вы сможете быть намного эффективнее, потому что большинство трейдеров начинают очень сильно верить в правильность своего входа после того, как вошли в сделку и у них не поднимается рука зафиксировать прибыль, которая была на графике. Очень важно соблюдать это правило, потому что, наверное, половина трейдеров именно на этом теряют свои деньги. Входят правильно, стоп ставят правильно, но не забирают прибыль с рынка в тот момент, когда она есть. И седьмой этап, наверное, это самый правильный, самый важный этап в каждой торговой стратегии, это риск-менеджер. У вас должны быть прописаны идеально и до мельчайших подробностей все правила риск-менеджмента и money-менеджмента. Вы четко должны понимать, что делать в случае, если вы понесли 3 убытка подряд. Вы точно должны знать, что делать, если вы в какой-то конкретный день заработали больше, чем планировали. Вы четко должны знать, что делать, если вы в каком-то инструменте теряете деньги системно. То есть важно прописать эти все правила в свой алгоритм для того, чтобы в момент достижения, например, определенной просадки вы смогли просто спокойно, без лишних эмоций закрыть ноутбук и пойти заниматься другими делами, а не пытаться отыграться. Важно точно также прописать в правила риск-менеджмента и money-менеджмента то, сколько вы готовы терять в каждой конкретной сделке, в каждый конкретный день, в каждый конкретный месяц, в каждую конкретную неделю. Вы всегда должны знать математически, что вы делаете, если что-то идет совершенно не по плану или наоборот, когда все идет лучше, чем по плану. Очень важно не терять прибыль, когда она получена. Это касалось предыдущем пункте конкретной сделки, а сейчас мы говорим, например, про конкретный день. Я знаю примеры, где трейдер мог за день сделать 10% от депозита прибыли, но не остановился на этом и потом потерял все, что заработал или даже больше. Поэтому крайне важно понимать, прописывать для себя то, что при достижении какой-то прибыли, например, 10% от депозита, 3% от депозита, у каждого своя стратегия, у каждого свой подход. Например, заработали вы сегодня 3% к своему депозиту. Важно прописать то, что не более чем половину от прибыли вы готовы потерять. Если вы начнете рисковать с той прибылью, которую вы заработали, очень часто вы ее и потеряете. Поэтому всегда фиксируйте максимальный пик доходности за день и от этого пика смотрите, чтобы не потерять слишком много. Очень часто это нормально, мы все люди и у всех нас есть эмоции. Очень часто, когда у нас получается что-то очень хорошо, мы начинаем очень сильно в себя верить. Просыпается некая эйфория, уверенность в себе, самоуверенность и так далее. И мы думаем, что так будет всегда. Но в конечном итоге мы теряем контроль над ситуацией, теряем контроль над своими эмоциями, над своей логикой и начинаем совершать неправильные действия. Для того, чтобы этого не было, при определенных потерях мы просто уходим из рынка и опять же занимаемся своей жизнью, которая тоже очень интересна, если ею заниматься. Собственно говоря, это и есть все правила, которые важны для того, чтобы составить свою торговую стратегию. Когда она составлена, очень важно ее детально оттестировать. Оттестировать сначала на демо счетах, оттестировать ее на истории, если вы можете ее автоматизировать. И дальше переходить к тестированию на минимальных депозитах. Очень не рекомендую задерживаться на демо. Демо счет расслабляет, демо счет влияет на ваше отношение к трейдингу. Когда вы слишком долго торгуете на демо, вы начинаете думать, что так будет всегда, что вы всегда будете играть не на настоящие деньги и да, трейдинг превращается в игру. Если вы торгуете даже на минимальный депозит, но на настоящие деньги, вы понимаете ценность потерь и ценность заработка. Демо счет всегда можно переоткрыть, а для того, чтобы исправить ситуацию с реальным счетом, важно доносить деньги. Это психологически очень важный фактор, поэтому начинайте с минимального депозита, но с реального. Лучше, чем на демо миллион. Очень многие позволяют себе открыть счет на миллион долларов на демо, а потом показывают скрины, как с миллиона сделали 3, 5, 10. Но мы же понимаем, что для этого было сделано 10 попыток и потеряно 9 предыдущих счетов. Очень важно концентрироваться на реальных результатах, а не на каких-то вымышленных демо счетах. Собственно говоря, это все, что я хотел рассказать о построении торговой стратегии. Самое главное, чтобы она была, чтобы она была ваша, чтобы она была детализирована. Даже если она будет абсолютно неправильная, ошибочная и так далее, у вас уже будет с чего начинать. У вас будет что корректировать, у вас будет что править. То есть у вас будет основа, по которой вы действуете, терпите поражение или получаете положительный результат. Если поражение, то корректируете, если положительный результат, то просто масштабируете. Будем переходить, наверное, к блоку с вопросами. Спасибо всем, что слушали меня. Друзья, мы продолжаем. И первый вопрос про психологию, так понимаю. Иван, вы многого добились, и видно, что вы целеустремленный человек. Как научиться также достигать целей? Ну, на самом деле нужна осознанность. Очень важно осознанно ставить себе цели. Очень важно прописывать дорожные карты по достижении этих целей. Очень важно думать о том, с каких этапов состоит достижение любого результата. Очень важно разбивать каждую цель на маленькие шаги. Потому что все мы боимся каких-то огромных целей, которые непонятно как выполнить. Для того, чтобы сделать любую цель проще, надо расписать ее на маленькие шаги. То есть, в первую очередь, достижение результата – это искусство маленьких шагов. У меня в Инстаграме есть марафон на эту тему. Поэтому подписывайтесь, заходите, смотрите. Кстати, у меня новый Инстаграм аккаунт. У меня не так давно увели аккаунт на 40 тысяч подписчиков. Так. Вот. Я создал новый буквально, думаю, две недели назад, не больше. Вот. И в итоге у меня уже обратно 12 тысяч подписчиков. Спасибо всем, кто подписан. Кто не подписан – подписывайтесь. Делюсь полезной информацией каждый день. Вот она цена популярности. Угоняют не машины, а уже аккаунты угоняют. Хорошо. Еще один вопрос. В этом году клубу «Картель» будет 10 лет. Какие планы дальше? Каких интересных событий ждать в ближайшее время? Ну, мы развиваемся стабильно, постоянно. В этом году мы обязательно восстановим оффлайн-мероприятия. Нас очень ждут в Узбекистане. Очень много заявок на мероприятия именно в Ташкенте и Самарканде. Поэтому вполне вероятно, что уже этой осенью мы посетим эту гостеприимную страну. Уже в четвертый раз. Мы уже проводили три раза очные съезды в Узбекистане. Очень надеюсь, что все будет нормально, не будет никаких карантинных ограничений. И мы сможем провести эти мероприятия. Потому что очень люблю Узбекистан, очень люблю гостеприимство узбекское. Поэтому с удовольствием поеду еще раз в эту страну. Во-первых, очень вкусно. Во-вторых, всегда принимают очень тепло. И в-третьих, у меня там очень много хороших друзей. Супер. Ну, я уверен, что будет горячо во всех смыслах. Какие качества трейдера вам помогают вести бизнес? Лично вам. Я считаю, что трейдинг – это вообще идеальная школа для ведения бизнеса, для контроля своей жизни. Для меня трейдинг – это шикарный тренажер для реальной жизни. То есть в трейдинге можно очень хорошо отработать контроль эмоций. Очень хорошо можно натренировать логику, натренировать систему принятия решений. Поэтому я считаю, что после успешного трейдинга любой бизнес идет намного проще. Вообще, я так наблюдаю опять-таки за спикерами, за успешными спикерами. Это какой-то путь самурая. То есть ты все время сконцентрирован, ты все время здесь, сейчас. Абсолютно верно. Ты учишься принимать правильные решения с учетом большого количества постоянно меняющихся вводных. Поэтому, конечно, то есть это концентрация, это спокойствие, контроль эмоций – это всегда полезно. То есть это полезно и в семейной жизни, это полезно в ведении бизнеса, это полезно в отношениях, в переговорах, во всем. И еще один вопрос. Какие… ага, стоит ли выходить из сделки вручную, если не дошли к минимальному тейку? Или инструмент развернулся? Да, в хорошее настроение, понятно. И нужно стоять здесь, чтобы у него на лубасу достать. Так, Александр Михайлович, Герчик у нас уже в студии и уже идет коммуникация во всем. Вижу, вижу. Там все слышно, сегодня все слышно. Так, еще раз могу повторить вопрос. Стоит ли выходить из сделки вручную, если не дошли к минимальному тейку или инструмент, если инструмент развернулся? Ну, во-первых, однозначно не надо паниковать. Если не изменились вводные, по которым вы входили в сделку, то паниковать, выходить не надо. Вполне вероятно, что просто инструмент временно корректируется. В идеале, если есть возможность передвинуть стопы без убыток. Супер. Это был финальный вопрос. Остальные вопросы у нас будут на панельной дискуссии, где мы, Александр Михайлович... Это слово не очень. Панельная дискуссия. Ну, на финальной встрече. Все зависит с кем. Все зависит от того, с кем. Друзья, ждем вас, через рекламную паузу возвращаемся, пишите вопросы, готовьтесь к финальному нашему гостю и встретимся. До свидания. До свидания. Продолжение следует...